Домашки Еще раз всем привет, давно не виделись. Сегодня мы с вами начнем большую тему, которая у нас займет две лекции. Тема достаточно сложная, обширная и очень полезная для поиска. Называется она «Поик дубликатов». Так, давайте приступим. Вначале немного о самом главном, о домашке. Я ее выдам в конце лекции. Кроме того, в середине у нас будет еще небольшую практику. Практику он будет посвящен шенглированию и коэффициенту подобия жаккарда. Это подход к поиску дубликатов конкретный. И домашка, которую вы должны будете сделать через три недели уже точно, иначе все баллы обнулятся в худшем случае, в лучшем случае за половинцем. Посвящена она будет, соответственно, поиску дубликатов тоже через шенглирование. И алгоритм Бродера, об этом я расскажу в конце лекции, это небольшое улучшение над ним. Про то, как делать домашку, откуда ее взять, это я тоже скажу. Чуть позже я еще дам вам инструкцию, если все будет очень плохо. Итак, давайте начнем. Вначале начнем с самого главного, естественно, с того, что такое дубликаты, зачем их искать и как мы это будем делать. Очевидно, что дубликаты сами по себе это плохо для поиска. Как пример давайте рассмотрим. Вот есть такое замечательное животное, капибара, она же водосвинка. Если вы попытаетесь в каком-нибудь поисковике найти статью про то, что это за животное, то, скорее всего, в числе первых десяти позиций, а вы помните, что это позиции, которые имеют самый большой шанс на клик, ну, конечно, первые три, самый большой, но первые десять, первая страница тоже неплохо, окажется три вот таких документа. Если почитать их содержимое, их текст, то становится понятно, что полезный контент на всех трех страницах абсолютно одинаковый. И пользователю, на самом деле, если он не является лояльным пользователем какой-нибудь определенной энскопедической системы, в общем-то все равно, откуда он возьмет эту информацию. Получается, что мы скачали три страницы, а для пользователя полезна только одна. То есть коэффициент полезности всей нашей работы, нашего спайдера всего-навсего одна третья. Это грустно. Мы могли бы скачать две какие-нибудь другие страницы, которые были более полезны. Ну вот, собственно, сами ссылки, если не верите, можете прокликать, но контент там действительно одинаковый. Собственно, про контент. Есть понятие контента, есть понятие информации. Это два термина, которые, в общем-то, разные. Мы будем работать только с одним из них. Как вы думаете, чем они отличаются? И вообще, что это такое? Контент, это же для пользователя информации, это вообще не все, чтобы... Слишком общее определение. Ну, это уже, да, ближе, на самом деле, к истине. На самом деле, контент — это те данные, которые располагаются на странице в плане текст, обвязка, изображения, видеоролики, какие-либо другие данные, в том числе стили, которые были использованы на этой странице. А информация — это несколько другой уровень данных, то есть именно семантический. Какой смысл во всем этом контенте, который располагается на этой странице? Соответственно, мы в плане робот-поисковой меми работать только с контентом, как с более-менее конкретным представлением информации. Соответственно, нам надо работать именно с полезным контентом. Это, очевидно, не весь контент на странице. То есть, например, стили для нас полезным контентом будут являться вряд ли. Это некое подмножество, подмножество, которое содержит в себе те данные, ту информацию, которая будет полезна для индексации и поиска. На следующей лекции мы с вами будем учиться как раз, как извлекать полезный контент из всей страницы. Но пока абстрагируемся от этого, будем считать, что у нас сразу есть нужный нам текст. Итак, у нас… Давайте начнем с того, что есть некий идеальный мир. В таком случае мы качаем исключительно полезные страницы, полезный контент с них идет в индекс. Соответственно, чем больше разнообразного полезного контента мы будем класть в индекс, тем будет больше полнота индекса. Как вы помните, это одна из метрик, которая определяет качество индекса, то есть сколько разнообразных страниц, сколько разнообразной информации в нем содержится. Значит, цель в этом идеальном мире — качать больше разнообразного контента. Но, как мы понимаем, мы живем не в идеальном мире, а все-таки в реальном. Соответственно, здесь у нас есть несколько проблем. Во-первых, мы не можем заранее точно определить, какой будет контент на странице. Мы можем только предполагать с определенной вероятностью. В этом нам поможет ранжирование, например, сад камней, о котором вам уже рассказывали. То есть по форме рула, например, мы можем предположить, что там будет. Картинка, текст, видеоролик, индекс данных. Значит, мы можем поставить перед собой две цели. Во-первых, мы должны качать меньше потенциальных дубликатов. То есть если мы видим, что в каком-то, например, сегменте сада камней у нас очень много документов, которые являются дубликатами друг друга, то мы должны качать рула из этого сегмента реже, так как вероятность того, что они будут плохие, выше. И вторая цель. Уже после того, как мы скачали, если вдруг мы увидим, что мы скачали дубликаты, то мы должны не допускать их попадания в индекс. Таким образом, надо еще будет реализовать поиск дубликатов после выкачки. Как вы видите, цель на самом деле взаимосвязана между собой. То есть, выполняя вторую цель, мы понимаем, что в каком-то камне, сада камней у нас много дубликатов, и стараемся качать их меньше. Соответственно, если мы выполняем первую цель, качаем меньше таких камней, и нам реже приходится запускать то, что получается в результате второй цели. Так, теперь давайте рассмотрим примеры. Собственно, мы все говорим про дубликаты. Какие они вообще бывают? Итак, первое — это зеркала. В какой-то степени это самые точные дубликаты, какие могут быть. Пример вы уже, наверное, видели. Это, собственно, лурк. Вот два его зеркала. Значит, зеркала подразумевают совпадение на более чем 85% всего контента вообще, в том числе и стилей. То есть, если вы посмотрите, ролики, стиль оформления страницы практически полностью совпадает. Дубликат — это, собственно, хороший пример зеркала. Другой пример дубликатов — это плагиат. В этом случае совпадает не весь контент, а только полезный, на все те же самые 85% и более. Как пример, вот две статьи про проведение рыцарских турниров, механический реннен. Как видим, оформление у них абсолютно разное. То есть, в одном случае у нас появилась поисковая строка, социальная обвязка, в другом у нас стиль страницы отличается, но при этом содержимое полезный контент абсолютно одинаковое — что текст, что иллюстрация. Это яркий пример плагиата. Далее. Как вы помните, я рассказывала вам, что сервер нам говорит о том, какую страницу именно мы качаем, то есть что мы получим в ответ. Он может нам сказать, что страница, которую мы запрашиваем, сейчас отдаст нам контент. Это код 200. Значит, эти страницы спайдер успешно качает. Либо сервер может сказать, что такой страницы у него нет, и отдать нам код 404. Нормальный спайдер такие страницы качать не должен, потому что контента там нет. Должен просто запоминать тот факт, что там было 404. Ну, понятно, что просто получить 404 в браузе отобразится как страница не найдена. Для пользователя это не слишком приятно, поэтому некоторые сайты, кроме кода 404, отдают еще некоторый контент. Как я уже сказала, спайдер этот контент сохранять не будет, но пользователю отобразится вот такая достаточно приятная плашка, где ему объяснят, что он просто запросил не ту страницу, и он может перейти на главную, попробовать еще раз. Некоторые компании, например, вот Irrational Games, создатель серии игр про Биошок, нарисовали вот такую кастомную 404. В общем-то то же самое, код 404, спайдер ничего не обкачивает, пользователь видит достаточно приятную картинку. Но есть нехорошие люди, которые отдают, в общем-то, 404 страницу, то есть это действительно 404, контент не найден, по такому урлу и не может быть разумного контента, но при этом код нам отдается 200. Спайдер считает, что это нормальная страница, и этот контент сохраняет. Как пример, первый урл — это, собственно, честно 200-й код, по которому есть разумный контент, остальные три, как вы видите, допущены определенные ошибки в построении урла, там будет 404, которые точно так же вернут нам 200. Во всех трех случаях содержимое страниц будет абсолютно одинаковое, за исключением, может быть, динамических блоков. То есть это один из тех случаев, с которыми нам надо бороться. Кроме вот этих вот мягких 404, софт 404, есть еще варианты, когда нам отдается заглушка, сайт заблокирован, в случае, если, например, не продлена оплата домена. Сайта больше нет в таких же случаях, чаще всего это, например, на каких-нибудь популярных хостингах. Пользователей не существует, это в случае, если мы запрашиваем, например, профиль на форуме. И многие другие случаи. В частности, например, возможность построения, то есть это не какая-то там случайность, которую хитрый вебмастер придумал, она заложена в некоторых системах. Например, CMS-система 1S Bittrex позволяет прям вот галочкой включить создателю сайта, что пускай отдается софт 404 на код страницы «не найдено». То есть на самом деле это очень распространенный кейс. Далее. Есть еще один вид дубликатов, это похожие новости. То есть если вы посмотрите внимательно, текст, в общем-то, различный, но при этом определенные фрагменты похожи между собой с точностью вплоть до фраз и их построения. То есть просто поменены местами некоторые фрагменты. Человек, когда читает такой текст, он сразу видит, что эта новость одна и та же, но искать такие неточные дубликаты уже намного сложнее. Однако метод, который мы с вами сегодня рассмотрим, позволяет обнаруживать даже такие дубликаты среди всего множества документов. Дальше. Понятно, что дубликаты могут быть не только текстами документа. Как я уже говорила, мы качаем не только текст, мы можем обрабатывать картинки, видео и так далее. В частности, с видео, пример с YouTube, то есть по одному и тому же запросу мы прям-таки видим уже явно два дубликата, которые, если мы знаем, как обрабатывать видеопоток и искать дубликаты в нем, собственно, должны будем найти и исключить. Итак, давайте перейдем, собственно, к самому поиску дубликатов. Ну вот у нас есть какие-то два документа, текстовых документов. Как мы с вами сможем определить, являются ли они дубликатами? Надо сделать фичи и какой-то метод кислои. Так, отлично. Еще раз. Ага, то есть какой-то коэффициент сравнить их. Ну, на самом деле, то есть основную идею уже озвучили. То есть нам нужна метрика и сигнатура. Значит, ну, в общем, если не вдаваться в такие научные крайности, если у нас мало текста и надо найти, то можно использовать разные, надо найти дубликат, можно использовать разные подходы. Например, можно использовать весь текст, в общем-то, например, представить ее в виде множества слов, найти действительно пересечение этих двух множеств. Можно использовать какой-то фрагмент текста, который мы считаем наиболее лучшим образом его характеризует, сравнивать вот эти фрагменты между собой. Можно использовать не один, а несколько фрагментов. Можно использовать словари, которые мы применяем к документам и смотрим, с какой частотой используются те или иные слова. Соответственно, на основании этого определяем, похожи документы между собой или нет. На основе всех этих особенностей можно также вычислить какие-нибудь коэффициенты, сравнивая которые, можно определять, насколько похожи документы между собой. Ну и так далее. Соответственно, все вот эти характеристики, которые можно однозначно применять для сравнения документов между собой, называются сигнатурами. Их мы и будем учиться строить в этой лекции. Кроме того, нам нужна метрика. Если у вас был курс функционального анализа, то вы знаете, что метрика — это функция, которая задает отношение между двумя объектами. В данном случае у нас это будут два текста. Соответственно, мы должны будем, во-первых, определить метрику и сигнатуру, с помощью которой будем определять подобие. Ну вот, давайте такой пример рассмотрим. У нас есть два предложения. В общем-то, одинаковые, только в одном из них, во втором, есть небольшая печатка. Ну, кстати, спорный вопрос, действительно ли это опечатка, может быть, это имя собственное, например. Но об этом не знаем. Но мы хотим определить, является ли дубликатами эти два предложения. Что мы будем делать? Брать к моему слову первую и искать во втором. И искать, сколько слов пересеклись. То есть получается коэффициент 2 трети, грубо говоря. Или 2 четверти. Ну, по-моему, в этой лекции, если вы исправите в грамматике. Так, но это, опять-таки, в случае, если это не является именем собственным. Ну, реально, если вы не слушаете именем собственного, или так, что оно похоже на обычное слово, то это по зрителю. Причем оно есть в другом сексе. Вероятно, наше, мне кажется, что это активно, это выходить и выкидывать такие вещи, что мы можем, например, ну, кто-то вставляет проект, ну, как, милый пословицу какой-нибудь, то там может быть изменено очень многое. А может быть, скорее, будет считать, что это неплохо. Так. Мы всегда же говорили, что вставляем уже, потому что не все слова, которые есть, вставляют, а все-таки эти слова, как это, как в адекватных. Если у нас есть подозрение, что условия ошибка, мы скорее его исправим, чем будем увеличивать базу данных, чтобы использовать все ужасные слова. Так, ну, это неплохой подход. Вот это. Ну, можно взять, я вам на сеть состав спаля, и все. Нет, ну, можно, можно размножить приложение, взять сейчас, взять близкие вот этой мамы, например, взять близкие слова и просто на их встречаемость. И их по-другому используются, и споря. Нет, не, можно встречаемость, просто и так далее. Ну, это вы сейчас говорите, как работает спалчекер, собственно, что он ищет действительно, на что это больше всего похоже, ближе к чему находится, пытается этим заменить. Ну, кстати, про спалчекер вам еще будут рассказывать. Так, ладно, давайте посмотрим, ну, примеры, например, как можно действительно сравнить эти два предложения, почему некоторые из них применимы, некоторые нет. Например, вот самый главный прием сравнения двух текстов, который используется в большинстве исследовательских работ и используется нами, собственно, будет использоваться, это построение шинглов. Шингл с английского переводится как чешуйка или черепица. Соответственно, шинглирование — это какой-то процесс, который позволяет исходный текст нарезать на множество фрагментов и уже на основании их делать выводы о его содержимом. Соответственно, один шингл — это фрагмент текста длиной n. n чего? Значит, можно такой подход реализовать, что это будет n символов, либо n слов, либо n предложений. То есть все зависит от конкретного подхода. Итак, например, как можно построить шинглы в этом случае? Первый подход. Ваша идея. Как нарезать вот этот текст на фрагменты длиной 7? — А, ну чтобы позицию, типа, запомните. Ну, чтобы позицию в предложении, типа, запомнить. — Да-да-да. В общем-то, да, хорошая мысль, но обычно полностью все пробелы не убирают, то есть их редуцируют до одного, не более. Потому что на самом деле бывают очень спорные моменты, когда наличие пробелов в тех или иных местах, собственно, на смысл... — Разбить по... Ну, разбить по... А, вообще по пробелам на блоке? — Нет, по вайтспейсам все эти символы, которые... — То есть будет здесь, получается, шингл длиной 4, на самом деле, вот в этом случае. Ну, можно, но маловато. — Мы можем по парам сделать. То есть мало, мы можем сохранить контент. — Так, ну давайте посмотрим, значит, один из подходов. Это когда вот последовательно берут, действительно, не то чтобы с запоминанием позиции, но вот с запоминанием их следований друг за другом. Пробелы сохраняются, вот мы видим, первые три символа — это первый шингл, потом три символа — это другой шингл и так далее. В чем здесь проблема? — Ну, пробелы-то не особо основные, мне кажется. — Да нет, на самом деле... — Разбить по разным количеству пробелок? — Я уже сказала, что их редуцируют, да не более чем одного за раз. Ну, тут проблема как раз вот в нашем кейсе конкретном. Значит, если у нас неточное совпадение, вот, а именно здесь удвоенная буква, то у нас первый шингл совпадет, остальные все поедут дальше. То есть уже будет несовпадение. Ну и кроме того, возникает вопрос, что делать с группой, которая меньше, чем заданная нами n. То есть, как мы видим, в конце остаются два символа, которые, в общем-то, надо объединить в отдельный шингл, но он же будет не соответствовать нашим требованиям. Значит, подряд шинглы брать нельзя. Это мы поняли, с вами увидели на примере. Словарное разбиение, которое здесь уже упоминалось. Значит, вот у нас есть предложение, разбили его по пробелу, получили три некоторых слова. В общем-то, можем сравнивать их между собой. Это тоже неплохой подход, но у него есть два недостатка. Во-первых, если тексты достаточно большие и написаны на одну и ту же тему, то они будут основаны практически на одних и тех же словарях. То есть, пересечение будет очень большим. Ну и кроме того, порядок иногда очень важен. Ну вы помните, казнить нельзя помиловать. Вот рыцаря нельзя было помиловать, и король решил его казнить. И рыцаря нельзя было казнить, и король решил его помиловать. Набор слов абсолютно один и тот же, но смысл абсолютно противоположный. Значит, дубликатами такие предложения являться не будут. Можно использовать в этом случае еще и позицию слова в предложении, но тогда мы полностью теряем возможность искать дубликаты между предложениями, которые были слегка изменены путем того, что туда, например, добавили синонимы или расширили какое-нибудь определение дополнительными словами. Теперь рассмотрим, как на самом деле строятся шинглы. Значит, настоящие шинглы, настоящие чешуйки строятся внахлёст. Ну вот, рассмотрим все то же предложение, где мама моет раму. Возьмем шингл величиной 10, и все предложение берем первые 10 символов подряд идущих. Именно эти 10 символов образуют первый шингл. Дальше сдвигаемся на 1 и берем последующие 10 символов, включая, собственно, те 9, которые уже были. Это шингл номер 2. Ну и идем так далее, пока не получим все множество шинглов. Чем выгоден этот подход? Во-первых, в случае, если у нас размер шингла достаточно большой, но не слишком, то мы в какой-то степени сохраняем порядок слов и их зависимость друг между другом. Кроме того, такая система абсолютно устойчива к случаю, когда у нас были добавлены новые слова, либо опечатка в каком-то слое привела к тому, что изменились позиции последующих символов. То есть, ну, в общем-то, это как раз то, что нам подходит. Есть такой тонкий момент, что делать с конечными шинглами. То есть, в случае, когда предложение подошло к концу, но у нас остались, соответственно, 9, 8 и так далее символов, которые, в общем-то, можно еще упаковать, как-то вот зациклить, например, с первыми символами. Первый случай можно оставить как есть. Значит, таким образом, первая буква будет у нас находиться только в первом шингле. Второй подход. Когда нам важен поиск не по тексту, а именно в рамках одного предложения, мы будем зацикливать шинглы. То есть, брать 9 букв с конца предложения и добавлять к ним одну букву из начала. Ну, вот так вот, в частности. Соответственно, потом 8 символов, добавляем 2 буквы. И так далее, пока заново не вернемся к форме первого шингла. Но, как я уже сказала, это важно только в случае, если мы ищем дубликаты в рамках предложения между собой. То есть, в общем-то, чаще всего такой подход никак не обоснован. Ну, собственно, вот есть у нас некоторое множество шинглов. Есть у нас множество документов. Как же теперь между ними мы будем искать дубликаты? Ну, давайте построим матрицу. Собственно, самое очевидное. Строки. Это у нас шинглы. Все возможные, которые только могут быть из нашего количества символов. И столбцы. Это документы. Ну, очевидно, что там, где на пересечении строки столбца стоит единица, это значит, что в множестве шинглов этого документа был конкретно вот этот вот шингл. Если 0, то не было такого документа. Казалось бы, построили. Ну, можно каким-то образом попытаться найти похожие столбцы. О том, как это делать, мы с вами еще поговорим. Но можно улучшить пока то, что у нас есть. Потому что если мы возьмем, как я уже сказала, все возможные шинглы, то даже для длины шингла 8 символов, для всех букв и пробел, у нас получится вот такое гигантское число. Это много. Первое улучшение, самое очевидное, что нам не нужно все множество шинглов. Нам нужны только те шинглы, которые есть в наших документах. Ну, соответственно, удаляем строки, которые состоят из нулей. Вот эта матрица, которую я здесь нарисовала, на самом деле в реальном мире очень разреженная. Потому что очевидно, что если документы отличаются между собой, то каждый из них будет генерировать какое-то достаточно уникальное множество шинглов. И то есть единицы будут встречаться очень редко, в отличие от тех же самых нулей. Итак, как, собственно, мы будем сравнивать эти колонки? Ну, если у каждого документа есть свое множество шинглов, чтобы сравнить два множества, можно использовать коэффициент Жакара. Значит, мера Жакара позволяет определить степень подобия двух множеств, определяя то, насколько соотносится их общая часть к вообще всем используемым элементам. То есть мы делим размер пересечения двух множеств на размер их объединения. Ну, в случае, если у нас есть два вот таких документа, мы хотим их сравнить по мере Жакара. Значит, как мы это будем делать? Вначале мы определим пересечение этих двух документов. Соответственно, это только одна строка в случае, когда у нас в обоих столбцах существуют единицы. И второй шаг — это мы ищем объединение этих двух множеств, соответственно, все строки, в которых есть хотя бы одна единица. Таких строк четыре. Но объединение, не забываем, что оно в пересечение тоже попадает. Значит, коэффициент Жакара будет всего 1 четвертая. Ну, если посмотреть, то, в общем-то, понятно, как это строилось. Значит, вот. Про коэффициент Жакара есть вопрос? А это 1 четвертая для чего получилась? Для двух документов. А, для каких-то? Ну, то есть вот у нас есть два документа, значит, у них степень подобия между ними 1 четвертая. Я просто том, что на пример с маммом выравнился. Давайте вернемся и посмотрим. Сейчас, где тут самое начало. Например, если мы строим шинглы. Ну, величиной 10 на самом деле очень много. Давайте величиной 5 возьмем. То есть очевидно, что вот пойдем с конца, значит, такой шингл у нас будет уже 1, ну, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все остальные отпадают. То есть 8 шинглов из 11, потому что здесь будет 11. Из 11. Коэффициент подобия 8 одиннадцатых у этих двух предложений будет. И давайте пойдем дальше. Значит, очевидно, что если искать дубликаты путем попарного сравнения, то это долго, больно, мучительно и вообще сложно. Потому что чем больше будет документов, тем больше будет множество всех шинглов этих документов. И, ну, очевидно, больше сравнений пар документов. Ну и кроме того, так в качестве неприятного бонуса работать с текстом, в общем-то, накладно. Поэтому мы совершим такой качественный скачок. То есть вы должны понимать, что вместо работы с текстом, ну, с тем, что представляется в вашингл, можно работать с хэшом от этого текста. В общем-то, по результатам будет то же самое. Как вы понимаете, хорошая хэш-функция достаточно однозначно преобразует текст в число практически без коллизий. То есть коллизии, естественно, есть, но их настолько мало, что мы считаем, что это неважно, и у нас достаточно однозначное преобразование. Соответственно, каждый шингл, который у нас был получен, мы преобразуем в некое число. Зачем нам это надо? В первую очередь мы экономим место и память. Соответственно, один чар, один символ в шингле занимает целых 8 бит, в то время как один int, результат, занимает всего 32 бита. Соответственно, если у нас шингл состоял из 10 символов, то это 10 чаров, примерно 80 бит. Таким образом, мы на преобразовании в хэш экономим целых 48 бит. То есть можем еще один шингл туда положить, еще даже останется место. Ну, собственно, профит очевиден. Я думаю, это понятно и вопросов лишних не вызывает. Да, однозначное соответствие хэша от текста и его текста в случае, если мы их сравниваем. Ну, так как вы молчите, да, видимо, вопросов нет. Кроме того, так как множество шинглов у нас будет разрастаться, то нам надо придумать, как нам с этим работать. Самое очевидное решение — нам надо это множество шинглов как-то сократить. Значит, что мы для этого должны делать? Во-первых, мы должны определить, какого размера будет у нас итоговое множество для каждого из документов. Таким образом, мы должны гарантировать одинаковую размерность полученного множества шинглов для всех документов. Тем самым мы определим размер сигнатуры, который будет соответствовать каждому документу. Дальше мы должны сбалансировать сокращение множества так, чтобы, во-первых, новое множество было достаточно мало для того, чтобы мы могли оперировать им, например, в памяти. Это нужно для того, что если мы будем в случайном порядке обращаться к множеству шинглов для документа, и это будет, например, записано на диск, то это будет рандомное чтение в диск, и это очень накладно. С другой стороны, нам надо соблюсти следующую крайность. У нас новое полученное множество должно быть достаточно велико для того, чтобы в себе хранила основную часть информации о том, что документ является уникальным, либо похожим на что-то. То есть в форме математической записи это значит, что у нас достаточно велика вероятность того, что если похожи два документа, то одинаково похожи или не похожи их сигнатуры. Ну, соответственно, в другой записи, в общем-то, то же самое. То есть у нас есть два множества шинглов, мы должны выбрать из них такие подмножества, чтобы они были значительно меньше, чем исходные множества, при этом одинаковой размерности. Ну и опять-таки сохранить достаточно большую вероятность выполнения условия подобия, ну либо не выполнения. Итак, как мы можем сократить множество шинглов? То есть вот помните, та таблица разрежена из единицы нулей. И что мы можем сделать? Ну, в общем, самое очевидное, в общем, надо вычеркнуть какие-нибудь лишние строки, сказать, что они нам не нужны. Однако этот метод, к сожалению, не работает. Ну вот, например, есть такая матрица. В общем, ради азарта можете попытаться оставить здесь только три строки, чтобы они однозначно определяли, являются документы дубликатами или нет. То есть какие-то три строки вычеркнуть. Ну, пока вы не погрузились в комбинаторику и в строение всех возможных множеств из трех строк, еще раз скажу, что такого здесь нету. Обязательно какие-нибудь два документа будут давать либо false positive, либо false negative результат. Значит, на досуге можете поиграть. Поэтому мы будем строить сигнатуру по-другому. Значит, для этого мы будем использовать метод, который называется minShingle. шингл. Значит, так, в чем он заключается. Значит, вот у нас есть множество шинглов и множество документов. Значит, шинглы отсортированы в каком-то порядке. Вот порядок, заданный вот здесь первой колонкой. То есть один, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, для каждого документа смотрим, на какой позиции в этом порядке встречается успешно какой-нибудь шингл. То есть вот для первого документа прямо на первой позиции у нас уже есть шингл. Записываем первую позицию. Для второго документа на первой позиции нет ничего, зато есть на второй. Записываем. Для третьего документа опять первая позиция, для четвертого четвертый аж, и для пятого третья. Значит, что нам дает такая свертка? Во-первых, мы запоминаем не просто, что у нас тот или иной шингл совпал, но также внутри этой свертки храним еще информацию о том, сколько нулей было до успешного совпадения. Дальше. Что мы можем сделать? Мы можем взять внезапно другой порядок шинглов. Значит, вот здесь вот первая колонка. Смотрите внимательно, порядок изменился. Соответственно, если мы проведем ту же самую операцию, то и числа здесь тоже поменяются. То есть вот для первого документа у нас успешно шингл встречается только на четвертой позиции. Записываем. Ну, соответственно, остальные точно так же. Ну, почему? Вот у третьего документа он же встречается на четвертой позиции. Только в рамках третьего документа. Первая, вторая, третья, только четвертая. Все дальнейшие мы отбрасываем, но пока смотрим только первое. То есть мы как бы делаем срез по первому шингу. Дальше сейчас расскажу. Ну и, соответственно, третья перестановка уже вообще другая, отличающаяся от первых трех. Значит, получаем вот такое число. Ну, другое. Строим точно так же. Собственно, почему это работает? Как вы понимаете, для двух документов у нас может быть всего 4 комбинации того, как располагаются единицы и нули в таблице. То есть есть шингл или нет. То есть какой-то шингл может быть в обоих документах, какие-то шинглы могут быть только в одном и не быть в другом, ну и какие-то шинглы отсутствуют вообще. Соответственно, одинаковая свертка. То есть вот то самое одинаковое число позиции шингла у нас будет только в первом случае, а именно в пересечении. То есть вот в случае А у нас, когда шингла есть в обоих документах, именно тогда у нас при любом раскладе, если этот шингл окажется первым в новой перестановке, то у нас оба документа получат одно и то же число в свертке. В случае, если на первой позиции в перестановке окажется внезапно ситуация B или C, то есть в данном случае это объединение, которое не является пересечением, то у нас в свертках уже будет расхождение. Очевидно, что тот или иной шингл внезапно встретится на первой позиции, у другого там будет 0 и будет увеличиваться индекс. Если вы перечитаете внимательно описание того, что происходит, то вы поймете, что это похоже на что? Это похоже на коэффициент Жакара. Соответственно, мы одинаковую свертку берем, это у нас пересечение, и расхождение в свертках — это у нас объединение, правда, без пересечения, поэтому здесь не тождественное равно, а все-таки подобие коэффициенту Жакара. Собственно, это о том, почему работают свертки. У вас есть вопросы? Да, мы выбираем абсолютно случайно порядок шинглов. И по этой логике гарантируется, что если документы похожи, у них есть одинаковые шинглы, то независимо от того, как мы их перемешаем между собой, то обязательно у них один и тот же шингл будет в итоге на первой позиции, в пятом по порядку, в шестом и так далее. В случае же, если они отличаются между собой, если они отличаются незначительно, то несмотря на то, что большинство перемешиваний будет давать такой результат, рано или поздно мы найдем такое перемешивание, которое даст нам разницу. Это если не значительно отличается. Да, ну, то есть мы провели три перемешивания, получили какие-то три числа для всех документов. Мы на каждом перемешивании станем или вместе с перемешиванием. Потому что оттеряем эти ручки. То есть у нас очень много популярных слов, и популярных слов всегда будет верхней. Так, я поняла. Но перемешивание каждый раз у нас происходит достаточно случайным образом. То есть это такая хэш-функция, которая позволяет нам выбрать случайный шингл. Какая вероятность того, что случайный шингл будет именно тем, который совпадает в двух документах? Соответственно, она будет примерно соответствовать той вероятности, с которой эти документы похожи между собой. Так ведь? Шингл, наверное, так же, как в прошлый раз. Да, то есть, ну, все шинглы. Это как раз свертка по всем. Облучили число и перетисовали неравномно в связи с волшебным. Ну, в общем, какая-то волшебная функция, которая перемешивает их достаточно равномерно. То есть может быть это рандом? Ну, рандом не слишком хорошо, потому что там все-таки, ну, во-первых, идеального рандома сложно добиться. Хэш-функция. Давай так. Потом еще раз и еще раз. Да. То есть получаем... На каждой перестановке мы можем посчитать? Ну, первое вхождение, успешное шингла вот в эту перестановку. А, угу. Ну, то есть вот, например, сейчас смотри, для документа второго, вот эта перестановка на первую позицию у него ничего нет, на вторую ничего, на третьей ничего, на четвертой ничего, и вот на пятый появился шингл. Вписываем им пятерку и радуемся. А почему только первое и первое и первое? Потому что мы идем в сверху и только первое. Так на самом деле нам без разницы. То есть смотри, мы перемешиваем все множество шинглов несколько раз. И поэтому велика вероятность, что первым... Ну, понятно, что первым не будет все время оказываться один и тот же. То есть так как перемешиваем равномерно, то первым по порядку побудут все шинглы внутри этого документа с определенной вероятностью. Соответственно, если у нас два документа одинаковые между собой, то в зависимости от степени подобия у нас постоянно будет попадать один и тот же шингл на первую позицию, независимо от того, как мы перемешали. Ну, то есть смотри, вот документ первый и третий. Если мы перемешаем случайным образом, понятно, что велика вероятность, например, что вот эти два шингла окажутся первыми в перестановке для них. Также велика вероятность, что эти два шингла окажутся первыми в перестановке. И есть небольшая вероятность, ну, в данном случае примерно равной одной трети, что окажется здесь этот шингл, а здесь не окажется ничего, соответственно, у нас будет расхождение в метрике. То есть вот для этого делаются перестановки. Первого в перестановке. Вот порядок их здесь указан, первая колонка, он меняется. Мы его меняли три раза, разный порядок брали. Нет, я понимаю, но мы не делаем ракурс первых, да, и первые попавшиеся. Первые в данной перестановке, да. История, да? Да. Почему мы не вероятность в павшую? Почему другие остальные? Может, третья, может, четвертая. Важно, что мы один и тот же смотрим. Ну да, то есть нам важно убедиться, что на случайной позиции в выборке у этих двух документов совпал или не совпал шингл. То есть в данном случае выбор первого – это как раз тот самый выбор случайной позиции для проверки. То мы не можем просто указать, да, позицию, которую брать. Типа нули ничего не значат, что единички значат. Поэтому мы на вереем. Ну и да, вот я уже об этом сказала, что действительно мы нули тоже зашиваем внутрь этого числа. Соответственно, вот шестерка в данном случае обозначает, что на шестой позиции совпал шингл, но до него было пять отсутствующих. То есть получается мы сворачиваем большой фрагмент экологии. Чем больше у нас числа в них совпадающие, чем более, чем более вероятно, что они совпадают? Ну не то, что больше. На самом деле, так как таблица будет очень разряженная, то большие числа очень. В общем-то да. А как понять, сколько раз нам нужно сделать? Исключительно исходя из того, какой коэффициент там опытным путем выведен. А потом же для каждых двух прогоняем, просто линейно смотрим на них, и тут положим шагарку, берем и делаем то же самое. Сейчас я об этом расскажу. Так, тут еще вопрос есть. На самом деле это такой вот очень важный момент, который надо осмыслить. Вопросов нет? А как тогда вы возвращаете множество шинглов? Ну потому что у нас было шесть шинглов, получилось три числа. Ну соответственно, вот миншингл. То есть, соответственно, здесь могло быть любое множество шинглов, там, например, сорок, если документов было больше, и все так же мы до трех чисел бы сократили. Мы можем корень вязать, взять, по греху, на замке. Да, о том, как выбрать число, я еще позже расскажу чуть. Значит, это тоже будет. Так, еще вопрос? То есть, скажите, за сколько это работает? Ну, очевидно, быстрее. За количество шинглов, когда n может быть на количество чисел, когда мы получили. Перестановки на… Если перестановка, если хэш хороший, то он как бы за отъединиться, переставляет… Про то, как быстро строить миншингл тоже сейчас будет вопрос. Да, был. То есть, у нас вот были шинлы, да, по-разному, которые встречались по-разному документу. Теперь мы всем по-разному присваиваем номера каждый раз. Так. Потом мы идем как и сверху, да, и первую единичку, не говоря… Записываем. И в итоге получится, что те документы, которые первые попавшиеся единички совпали, у нас как бы одинаковые. Правильно? Вот. Значит, у них совпала вот эта позиция и вот эта позиция. Ну, то есть, у них совпало количество нулей, во-первых. То есть, там никто не попался раньше. То есть, грубо говоря, за счет вот этой вот свертки, ну, разряженности таблицы и так далее, значит, это большое число означает, что у нас достаточно большой фрагмент строк, ну, то есть, вот выбор, который мы провели, совпало у двух документов. То есть, отсутствие каких-то шинлов и присутствие еще одного. Ну, то есть, это достаточно большой, на самом деле, коэффициент. Сделать, но все равно на душе не будет получиться. Короче, если у нас есть N документов, и сдвиг всегда идет на N, короче, N на N, ну, короче, как-то… Ты пытаешься посчитать, сколько мы строим шинлов, да? Ну, короче, очень много, прям, очень много. Ну, шинлов на самом деле не так много строится, как ты говоришь, намного быстрее. Их намного сложнее сравнить потом между собой, если большое количество документов. Да. Сейчас будет. Облегчать, но это тоже затратно. И все затратно. С каждым разом мы получаем все больше объектов. С документами работают вообще затратно. Давай начнем с этого. Про миншингл еще есть вопрос? А это, по идее, мы как бы не сверху идем, а от первого номера и до шестого, да? Ну, вот эти, да. Первый, второй, то есть. Сейчас. Здесь другой вон. Нет, тут вот именно что, другой порядок у шингов, каждый раз. Таким образом мы вырезаем каждый раз, грубо говоря, другой блок из строк и смотрим, сравнивается или нет для того или иного документа. Так, все, все этот качественный скачок в мозгу совершили. Ну, кстати, ничего смешного, это очень сложная тема на самом деле, я предупреждала. Так, ладно, допустим, так как остальные стесняются спрашивать, будем считать, что все поняли. Не одного, а шести. То есть у нас было вот, ну, для этого примера шесть шингов, мы получили три числа. Об этом чуть дальше. То есть сам факт в том, что вот так мы можем сократить их множество. Насколько сократить, мы это еще обсудим. Давайте убедимся в том, что у нас вообще этот метод работает, а мы здесь не зря все таблицы рисовали. Значит, вот мы получили такой результат. Значит, у нас вот есть пять документов, соответственно, и для каждого из них посчитана своя сигнатура. Небольшая сигнатура, каждая состоящая из трех разных чисел. Значит, давайте вернемся к нашей мере Жакара, про которую мы уже упоминали. Соответственно, вот по этой матрице построим меру Жакара для каждой пары документов. Значит, как мы помним, нам надо учесть пересечение множеств и поделить на объединение. В общем, я это уже сделала за вас. Как видите, большинство документов практически не похожи друг на друга, то есть пересечение у них равно нулю. В то же время, вот, например, пара 1 и 3, в общем-то, это вид невооруженным взглядом, достаточно похожи. То есть у них две строки совпадают, ну и одна отличается. Еще документ второй и третий вот в одной строке совпадает. В остальных пересечений больше нет. И теперь посчитаем в семиллярите подобие вот этих вот меньшингов, метрик. Как мы это будем считать? Точно так же берем и на каждой позиции смотрим, совпадает символ или не совпадает. Для каждой совпадающей пары мы прибавляем единицу в числитель. Ну и знаменатель, соответственно, у нас равен трем, потому что три позиции мы все сравниваем. И смотрим, магическим образом у нас оказывается, что для документа первого и третьего у нас абсолютно совпадают эти сигнатуры. Ну то есть мы считаем, что они действительно с определенной долей погрешности являются дубликатами друг для друга, а остальные все не являются. Это, к слову, о подобии, соответственно, меры Жакара и меры подобия по сигнатурам. Значит, итак, мы посчитали долгомучительно вот эти вот меньшинглы. Значит, понятно, что это можно сделать лучше, быстрее и проще. Во-первых, сейчас есть такая проблема при таком подходе. Нам нужно каждый раз хранить перестановку. Перестановку, то есть вот этот порядок того, как мы именно обходили те или иные шинглы, нам надо запоминать и прогонять по этой перестановке шингл для каждого документа. Соответственно, где-то эти перестановки надо хранить. Дальше. Это еще не вся беда. Кроме того, что у нас множество шинглов, получается, лежит где-то на диске, и накладывая на это множество шинглов перестановку, получается, что мы должны в это множество достаточно случайно обращаться. То есть тем самым получать случайный доступ к диску — это очень долго, накладно и тяжело для системы. Поэтому это не самый хороший вариант. Соответственно, что мы можем сделать? Совершаем еще один качественный скачок. Возвращаемся к хэш-функции. Как вы понимаете, хэш-функция позволяет нам не просто однозначно преобразовать какой-то объект в число, но и задать отношение порядка, новое отношение порядка на множестве. Соответственно, в случае, если хэш-функция от двух объектов соотносится друг с другом каким-то образом, мы можем говорить, что эти два объекта тоже соответствуют этому соотношению порядка. Например, если значение хэш-функции от двух объектов одно меньше другого, то будем считать, что в этой перестановке, условной перестановке, эти объекты тоже один меньше другого. Таким образом мы можем, очевидно, задать порядок на множестве. Значит, что нам остается сделать для построения меньшинга? Задать несколько разных хэш-функций, и тогда мы с их помощью получим, соответственно, сигнатуру соответствующей размерности. Понятно, почему это работает, да? Ну, то есть хэши задают порядок, и таким образом мы перемешиваем множество объектов. Любой объект. Ну, в данном случае это, например, шинглы. То есть берем хэш-функцию от шинглов и таким образом определяем, меньше они или больше. То есть там у кого номер в свертке стоял где. Ну, видимо, понятно. Значит, соответственно, другой, еще один качественный скачок. Нам не обязательно знать конкретный номер в перестановке, потому что если бы нам это нужно было, то хэш-функция здесь бы не помогла. Хэш-функция помогла бы просто пересортировать шинглы, а потом все равно пришлось бы обходить их с самого начала, искать на какой позиции у нас успешное совпадение. Почему это не важно? В той таблице, где были записаны шинглы, как вы помните, каждый шингл, в общем-то, уникален. Соответственно, если мы говорим, что мы на пятой позиции встретили успешное совпадение с каким-то шинглом, то мы можем с тем же успехом сказать, что в этой свертке первым шинглом был такой, и сказать его значение. Ну, в общем-то, это то же самое. Вы понимаете, да? Так, сейчас впереди примера нет, вернемся назад. Ну вот, соответственно, вот этот документ, да, делаем какую-то там свертку и говорим, что, значит, для этого документа на пятой позиции успешное совпадение с шинглом. С тем же успехом мы можем сказать, что в этой свертке первый шингл, который в этом документе нам попался, это был шингл 2. Ну, в общем-то, да, это однозначно. Потому что во всех других документах, например, такого не будет. Здесь будет там какой-то другой шингл, здесь какой-то другой в соответствующей перестановке. То есть мы говорим, что на первом шинге нужно с позициями. То есть здесь мы запомним вместо единицы, ну, вместо первой позиции, мы для пятого документа запомним шингл 6. Значит, соответственно, здесь для четвертого документа вместо цифры 2 мы запомним шингл 4. Ну и… То есть сам набор кубов? Мы уже решили, что мы от текста переходим к хэшам от текста. Ну, то есть числам. Ну, в общем-то, одно и то же, да. То есть мы запоминаем конкретные шинглы. Что мы будем делать? Ну, в смысле, мы сейчас… Зачем это делается? Нет, ну, зачем? В смысле, вот у нас документ 3. Как быстро определить, ничего не вычисляешь, что нам нужно брать данный коньер, нам нужно взять… Сейчас мы до этого дойдем. Вопрос конкретно по замене позиции на шингл есть? Нет, так, отлично. Пока это как раз в стопе же время. Все равно это надо вычислить. И, собственно, реализация. Ну, тратить на самом деле меньше, как я уже сказала, что тут у нас проблема в том, что вот перестановка у нас заставляет нас случайно еще по диску скакать для чтения. А здесь вот, собственно, как, например, в псевдокоде у нас все это можно реализовать. Вот этот алгоритм с заменой позиции на шингл. То есть вот этот качественный скачок. Ну и, соответственно, их хэш-функции. Значит, что у нас есть? У нас есть список шинглов для каждого документа. У нас есть сотни хэш-функций и некий массив, который мы должны заполнить, и это будет наша сигнатура в итоге. Значит, что мы делаем? Инициализируем массив неким любым значением. На самом деле это не важно. Ну, например, возьмем какую-нибудь константу максимальную. И дальше для каждого шингла в списке документа, значит, мы работаем с одним документом сейчас. Соответственно, берем каждый шингл из его списка и вычисляем для каждой хэш-функции, смотрим, является ли он для нее минимальным. То есть, таким образом мы как раз определяем, какой из шинглов будет первым в свертке по каждой хэш-функции. Значит, итеративно проходим по всем шинглам, ищем для каждой хэш-функции, кто из них минимум. Полученный результат, соответственно, записываем в сигнатуру. Это и будет то, что нам надо. Мы же тоже это делали за n умножить на m. Ты умеешь считать, молодец. В смысле ничего не изменилось? Да. Хорошо. Ты забываешь, что у нас разреженная таблица, и, например, нам вот это вот не надо все перебирать, эти вот нули еще. И да, мне надо хранить множество всех вообще шинглов в памяти, да? Можем еще с ним в таблице. Конечно. Какое место смущает? Ну их здесь вообще не будет. То есть мы же берем список шинглов для конкретного документа, то есть только список единиц. В данном случае. Да. Ну вот давайте посмотрим на примере, как это считается. Это на самом деле будет, наверное, проще. То есть вот у нас есть третий документ. У него есть какие-то три шинга. Значит, и мы хотим построить для него свертку размерностью тоже три. Соответственно, берем три разные хэш-функции, которые по-разному эти шинглы перемешивают. Значит, понятно, что для тех шинглов, которых у него нет, у нас значений никаких не будет. Не заморачиваемся вообще этим. Дальше вычисляем значений хэш-функций для каждого из шинглов. Получаем некое множество чисел. Дальше для каждой хэш-функции выбираем, на каком шингле ее значение достигает своего минимума. И именно эти полученные шинглы у нас и будут образовывать результирующую свертку. То есть ищем минимум и записываем на соответствующую позицию. То есть первое, второе и третье число. Соответственно, вот множество шинглов, которые образуют у нас минт шингл. Понятно, да? Ну это то же самое, только... Мы считаем, что, в общем-то, коллизии в нормальной хэш-функции встречаются настолько редко, что мы можем не заморачиваться на эту тему. Значит, дальше. Преобразование свертки минт шингла, которое было у нас в форме позиций, в набор шинглов. Значит, чтобы посмотреть, что это действительно работает, как выглядит. То есть вот у нас для первого документа была первая позиция. Вот она, в такой перестановке. Это шингл 1. Дальше. Для второй хэш-функции, для первого документа, это была четвертая позиция. Это тоже шингл 1. Записывай. И третья перестановка, тоже четвертая позиция. Это вот он, шингл 5. То есть, ну вот, получили то же самое. То есть, в общем-то, что вот этот вот набор позиций, что набор шинглов, это одно и то же. Это у нас абсолютно равнозначно. Так, давайте поговорим в несколько отвлеченной теме о том, что вот этот поиск дубликатов, то, что вот я рисовала, это матрица, алгоритмы, которые на нем применяются. Ну и, соответственно, поиск потом дубликатов для каких-то двух множеств на самом деле можно применить не только для того, чтобы найти дубликаты среди документов. В частности, например, можно искать похожие статьи товара. То есть у нас есть облако тегов. В данном случае оно будет заменять у нас множество шинглов. То есть как раз вот все строки это будут теги. Ну и статьи или товары — это будут колонки. Таким образом, поиск дубликатов между двумя товарами или двумя статьями как раз вот будет осуществляться по облаку тегов и будет давать нам похожие статьи. Рекомендации для пользователей — то же самое. Колонки — это пользователи, строки — это их интересы. В случае, если у нас находятся дубликаты, то значит, у этих двух пользователей какие-то похожие интересы. Ну и есть такое неожиданное использование. Как вы помните, я рассказывала вам про такую штуку, как линка фермы. Это случай, когда есть сайты, значит, дающие ссылки друг на друга, там, значит, зацикленные ссылаются друг на друга для того, чтобы нагнать пейдж-ранг. Ну и, соответственно, берем, строим таблицы у нас. И строки, и колонки — это будут сайты, ну, либо страницы на этих сайтах. И, соответственно, в случае, если один ссылается на другой, то в соответствующей строке и столбце будет стоять единица. И в случае, если это дубликаты, либо близкие дубликаты, то есть коэффициент подобия достаточно близкий, это значит, что как-то подозрительно слишком много похожих страниц, на которые ссылаются эти два документа. Так, почему бы и нет? Ну, не шилгла, а хэшит. Хэшит урла. Можешь оставить, как есть, полный урл. Так, значит, как было сказано, в общем, уже, да, что вот попарно-то вот сравнивать все в исчете, то есть, ну, получили мы множество, все равно нам потом надо их как-то по мере Жакара или по ассимиларити между собой сравнить. То есть, все равно, получается, надо будет попарно все документы перебрать. Это долго. Значит, поэтому есть такое улучшение, которое называется алгоритм Бродера. Значит, вначале о том, кто такой Андрей Бродер. На самом деле это весьма значительный человек в плане развития поиска и поисковых систем. Помните такой поисковик-альтовиста, который был на стрие науки во времена, когда только было становление интернета и поисковых систем вообще. Так вот, он был так не случайно. У них был целый исследовательский департамент, который занимался тем, что решал, как стоит улучшить этот поисковик. И вице-президентом этого исследовательского департамента был тот самый Андрей Бродер. Позже, после того, как Яку поглотил себя альтовисту, то они предложили Бродеру пост тоже вице-президента, но уже другого департамента, расширенного кроме исследований, ему еще выдали работу над рекламой. Сейчас он работает до сих пор. Работает он в Гугле, и у него замечательная должность, которая называется выдающийся ученый. Значит, это его должность. Кроме того, что он работал над поисковой системой, он отметился во многих разных областях, причем в первую очередь в плане оптимизации и улучшения генерации каких-то данных, либо их обработки. В частности, например, в области биологии и генетических алгоритмов есть много его работ, и есть, например, очень интересный алгоритм генерации лабиринта. Но, кроме всего прочего, он еще и поработал над поиском дубликатов. Значит, он придумал алгоритм, который позволит нам не сравнивать все документы попарно для того, чтобы найти документы по множеству шинглов. А, соответственно, у нас есть какая-то свертка, и мы можем практически сразу найти множество дубликатов. Итак, вот у нас есть свертка для документа. То есть какая-то. Здесь я оставила для компактности записи, соответственно, запись с позициями. В вашем случае это будет запись с шинглами. Как вы понимаете, это, в общем-то, одно и то же. Преобразуем эту запись, эту сигнатуру, в набор пар. Количество пар будет соответствовать количеству позиций в сигнатуре. Соответственно, что будет в каждой паре? Это будет позиция в сигнатуре и значение, которое там было. Ну а второй элемент пары — это, соответственно, тот документ, для которого это вычислялось. То есть в данном случае у нас получается на первой позиции значение 1, на второй позиции значение 4 и на третьей позиции значение 4. Понятно, как оно строится, да? Замечательно. В общем, сделали все это для всех документов, которые у нас были. Получили такое множество пар. Дальше мы начинаем работать уже с этими парами. Значит, что мы делаем? Для каждого значения, для каждого первого элемента в паре ищем похожее ему. То есть ищем все случаи, когда, например, на первой позиции у нас встречается единица. Записываем. Когда на первой позиции встречается двойка. У нас это только один случай. Значит, находим все совпадения по первому элементу в паре. Понятно, да? Замечательно. Идем дальше. Вырезаем из полученных групп вторую позицию, а именно документы. Значит, теперь для всего множества документов в каждой полученной строке мы должны построить все множество перестановок и пар. В общем, объясню на таком примере искусственно. То есть у нас есть группа из трех документов, у которых есть совпадение в сигнатуре. И, соответственно, мы строим все множество пар для этой строки. Зачем это делается? Значит, после того, как мы получили эти значения, мы ищем все вхождения одинаковых пар в результирующее множество. Таким образом мы получим пересечение для каждой пары документов. То есть в данном случае у нас получается, что пара док-1, док-3 у нас встречается три раза. Ну, как вы помните, у них сигнатуры практически совпадают. Ну, практически абсолютно совпадают. Значит, для всех остальных у нас будет по нулю. Ну, да, они будут отсутствовать в списке. Значит, мы знаем также размерность всего меньшинга. Мы ее задавали изначально, она у нас равна трем. И, соответственно, по алгоритму Бродера у нас коэффициент подобия между этими двумя документами равен вот этой вот тройке. То есть количество общих позиций, деленное на количество всех позиций в меньшинга. То есть та самая единица, которая у нас получалась по similarity, когда мы строили по таблице. В общем, вот так работает алгоритм Бродера. Как видите, попарно здесь сравнить ничего не надо. Мы работаем чисто с парами. И вот уже на этом этапе у нас отсекается большая часть достаточно уникальных шинглов. То есть те, которые у нас не дали никаких пересечений с другими документами. Кроме того, Бродер еще упоминает такое улучшение небольшое. То есть если у нас вот такая вот строка получается слишком большая, то есть какой-то шингл на какой-то позиции встречается у слишком большого количества документов во всем нашем множестве, мы убираем эту строку, не работаем с ней. Это может быть по игре, что-то типа, если она включается у всех, то мне не интересно. Подожди. Это будет на следующей лекции. Не торопись. Сейчас мы работаем с шинглами. Так вот. И просто считаем, что вот это совпадение есть для всех документов. То есть если даже у кого-то нет, ну, извините. Значит, размерность того, когда вот этот предел выкидывания, Бродер в своей работе вообще не определяет, то есть отталкиваясь от своих вычислительных способностей.